здравствуйте сегодняшняя наша тема социальные сети и благотворительность меня зовут кристина я уже в этом месте второй раз мой сосед василий начнет рассказ про его деятельность как он решил поучаствовать в благотворительности но это было так как бы спонтанно все произошло сегодня среда понедельник плохо спал с воскресенья до понедельника плохо спал подумал то что ну как бы мысли пришла в голову почему бы не сделать дождался 8 утра потом начал некоторые места звонить потом позвонил часов девять подруги очень хороший другой регион узнал возможно ли например достать эти небесные шарики она сказала да возможно подумал значит надо где-то их пускать начал искать места но в первую очередь конечно я хотелось чтобы я посмотрел то что до этого везде кто-то делают так делать но это делает снова с коммерческой основой что-то такое благотворительности как-то какой-то особо не так много таких крупных вроде люди приходят большое количество людей но не копеечка например не попадает другим людям это нуждающимся а тут особо детям маленьким детям которые ну не знаю потом вырастут они могут это копеечка это денежка может сыграть им как-то и в человек потом может очень хорошего приватиться вот и потом начал звонить по разным масс-медиа это два крупных портала пермских это прм точка ру и 59 точка ру вот они с радостью сказали да конечно мы возьмем вас информацию которую вы дадите и разместим ее но где я хотел изначально делать запуск шариков у меня не получилось понедельник я как бы был чуточку расстроен и потом открыл дубль гис и начал искать сразу карту где просторные места есть городе я поскольку сам не пермяк толком так не не это не здесь родился то и знаю единственное место такое нормально это исполнады и решил то что надо на исполнаде как вы решили назвать свой проект проект решил называть любовь к деть любовь детям любовь детям каким детям это будет помощь детям я не знаю этот фонд берегиня будет думать как бы куда посылать денежку наверно первым кто там в очереди стоят как-то них так наверно все это в чем смысл акции будет у вас там как-то шарики запускать их покупать надо как это больше происходить да конечно ну сам смысл то что даже не столь и как это денежка сколько фонд получит лично по мне это то что людей нужно по как-то приучать что ли когда они должны привыкать то что нужно делать что-то такое полезное другим а тут вроде они не запустят шарик получит бури просто эмоции это люди придут которые за эмоциями которые в день всех влюбленных придут и начнут запускать шарики и вот это буря эмоций как бы ну не знаю по ней должны как-то поделиться что ли как-то с другими людьми частично и там же будет озвучено то что этот фонд денежки будут идти в фонд берегиня и я хотел бы еще конечно озвучить то что на следующий день всех желающих фонд берегиня как бы при приглашает в гипермаркет семью на следующий день до 15 до до 15 это будет день больных раком детей вот чтобы они пришли в гипермаркет семья как мне вот объяснили то что там можно будет купить какие-либо товары любые практически которые нужны детям то есть их купить и оставить для детей да правильно да и уже непосредственно детям и принципе очень положительным будет мне кажется может кто-то из тех людей которые будут на исполнаде в это время на следующий день захотят прийти то есть у вас акция состоится 14 февраля еще расскажите пожалуйста где и во сколько это будет проходить чтобы люди могли прийти на эту акцию это будет происходить с 8 до 9 часов с 8 начнется продажа небесных фонариков вот вот пол девятого будет массовый запуск воздух этих фонарик откуда вот то вы возьмете деньги на эти фонарики где вы их берете эти фонарики из чего они состоят расскажите вообще что за фонарик это я ни разу не делаю честно честно говоря я сам руках не держал ни раз ни раз не запускал ни раз не видел чтобы запускал самому интересно на что это самому интересно как бы сейчас сегодня через минут десять пойдет партия перевезу как бы домой и запущу первый фонарик свой пробный ну фонарики эти будут очень и очень качественные потому что не хотелось бы шарпотребом людей как бы пихать и потому что я думал фонарики это фонарики это стандартное что-то такое оказывается там есть какая-то градация есть там китайские дешевые где-то наверное там дети на коленках делают что-то такое тут будет качественный фабричный фонарик за которым следят за производством за качеством и так далее а вы про эту акцию где-то рассказывали в социальных сетях где-то вконтакте в одноклассниках выкладывали приглашение на эту акцию социальные сети как-то вот в этом участвуют ну социальные сети участвуют но мне там тяжело было потому что уже запускают такие фонарики но это же не благотворительность наверное это не благотворительность но вот будет может как-то грубо звучать или я не знаю что такое но по сути я понял то что в принципе вот людям как бы в большей массе им как бы параллельно мне кажется потому что я вот сколько общался говорю вот ну вы сами же понимаете это же для детей все пойдет им как бы это параллельно не увидел ничего такого то что чтоб я был например если у меня были бы какие-нибудь например компетенции возможности в какой-то сфере я бы за это сказал человеку опа классно вообще давай сделаем что тебе нужно от меня потому что у меня всего лишь получается я могу предоставлять людям информацию давай я предоставлю людям информацию потому что от меня ничего не убудет в принципе я только сделаю лучше но тут даже с информацией была проблема честно говоря ну потому что коммерческая основа других запусков мне кажется есть хорошая эта акция будет проходить только вот 14 февраля или потом еще в дальнейшем вы планируете проводить такие акции ну я посмотрю как это все пройдет конечно это просто первый мой опыт и ошибки которые допустил ошибки всегда происходят когда что-то первый раз делаешь потом предусмотрю и сделаю все думаю получше хотя и сейчас будет все отлично я считаю сколько вы планируете вообще запустить фонариков сколько это будет стоить каждый фонарик каждый фонарик будет стоить 150 рублей а планирую запустить ну не знаю наверное в районе 500 ну будет хватать фонариков если не хватит 500 фонариков то дополнительно а вы эти фонарики на свои деньги покупаете? да на свои то есть всю вот эту партию на свои деньги купили? здорово я бы тоже пришла честно говоря запустила такой фонарик а не видели у нас еще в городе запускали такие фонарики? ну да запускают ну в принципе это просто подумал то что ну это очень прибыльно я бы сказал потому что спрос на них будет расти потому что это реально как бы очень удивительная вещь особенно когда люди все массово запускают это очень очень красиво я всегда это смотрел только в индийских всяких фильмах то есть ну не в индийских фильмах вот в Индии вроде их запускают или в Китае только так каких-то на видео в общем это мое ограничилось с ними знакомство вот вы планируете собрать определенную сумму да после этой акции вся сумма пойдет в фонд Берегиня ну какую примерно планируете сумму передать туда? сколько соберу ну как бы не хотелось бы уходить в минус в вот ну все затраты просто сколько все затраты будут учтены и все остальное денежка пойдет в фонд Берегиня там представители этого фонда тоже будут присутствовать? их пригласили? представители фонда да конечно ну они будут все-таки может быть сделать там в контакте приглашение разослать чтобы побольше людей приходило ну и дело я не знаю даже как то я это занимался вот эти последние 3 дня спал наверное в общей сумме часов наверное так ну 8-9 это максимум то есть эти вот все 3 дня вы все вот в голове прокручивали как это можно сделать? за 3 дня придумали вот эту акцию? нет просто времени особо даже не было потому что нужно было в очень много места съездить чтобы разрешение получить и у меня так все спонтанно получилось я начал это все делать во вторник чтобы вот разрешение на центральной площади города грубо говоря на исполнаде получить ну вы именно хотели вот к 15 числу эти деньги все собрать да? ну к 14-го вечера можно что угу там в принципе интересно вот именно самый интересный у меня день из этих 3-х дней был это вторник там просто взрыв мозга бегал, 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 бегал ну я хотела бы и про себя немножко рассказать меня зовут Кристина я волонтер общественной организации защиты животных дозор наша группа есть в контакте в одноклассниках тоже занимаемся благотворительностью наша организация появилась 3 года назад официально она была зарегистрирована в прошлом году вот вчера нам исполнился год у нас было две девочки которые начали все это Люда и Марина они начали ездить в приют помогать животным в приюте как-то кормить их, заботиться о них затем начали их вывозить оттуда привозить в ветклиники лечить их, подыскивать им новых хозяев к девочкам подключились еще волонтеры создалась группа в контакте дозор сейчас у нас там 4,5 тысячи уже каждый помогает чем может у нас проходят также благотворительные акции лотереи и ярмарки совсем недавно у нас закончилась благотворительная лотерея приуроченная к 14 февраля у нас был разыгран красивейший топиарий с сердечками на прошлой передаче мы его показывали свеча и красивое мыло сердечко мы участвовали на пермской ярмарке в эти выходные кошкин дом называется наши животные там выставлялись нас было 12 человек двое животных у нас нашли новый дом у нас организация мы не приют мы организация просто у нас люди собраны общие идеи всех животных которых мы спасаем это животные с улицы мы стараемся перехватывать их чтобы они не доехали до приюта потому что в приюте они умирают мы их с улицы подбираем у некоторых из приюта забираем лечим стерилизуем ищем новый дом а как получается нормально искать новый дом? ну конечно нелегкое дело котята допустим быстро находят новый дом щенки быстро очень плохо уезжают у нас собаки и кошки инвалиды взрослые собаки и кошки с этим конечно сложновато все животные у нас живут дома по 5 по 6 штук у многих мы их адаптируем социализируем все они у нас живут дома собираем также средства вот на ярмарке мы собирали средства проводили благотворительную лотерею у нас была ярмарка продажи наших рукодельностей в частности я продавала делала кошачьи дразнилки кошачьи лежанки игрушки вот мы продавали мыло мы продаем а сколько ваша организация людей всего вместе вот так и с переменом? ну вот если судить по контакту у нас 4 с половиной тысячи у нас есть свой сайт недавно мы запустили свой сайт активистов сколько? ну сложно сказать мы как бы считаем что у нас все активисты потому что кто-то у нас привозит корм кто-то нам помогает перевозкой животных в клинике обратно у кого есть машина кто-то вот рукодельничает кто-то даже простой перепост в контакте рассказать друзьям это уже активность какая-то потому что поставить лайк это ну ничего не сделать это просто себе а сделать перепост чтобы животное нашло свой дом свою маму и папу это это тоже активность так что активистов у нас очень много кого у нас нет в контакте у нас есть они на сайте кого нет на сайте есть в одноклассниках то есть нас очень много нас знают и вот на ярмарке даже приходили люди которые приходили именно посмотреть на домашних животных у нас теперь у всех животных есть порода так же как у людей не бывает людей без национальности у каждого человека есть своя национальность у нас тоже у нас не беспородные животные мы их называем домус любимус я видел где-то вот так в контакт заходил и смотрю что-то там вроде как-то дворняжка но она как-то была названа так интересно только ну как-то да что-то такое интересное это по-моему в москве или в петербурге дело так что собак каждой собаке просто придумывают какую-то породу а мы своим вот кошкам конкретно мы придумали домус любимус его даже на ярмарке подходили все улыбались что за порода такие домус любимус как вы даже латынь знаете да мы даже латынь знаем и вот у нас двое животных уехали в новый дом мы очень счастливы потому что эти животные у нас были в ужасном состоянии одно животное как бы их было трое из троих вот она только одна только кошка выжила а вот как вот получается так например то что вот столько постоянно поток такой идет животных которые требуется дом ну у нас около семидесяти кошек около пятидесяти собак то есть одно уезжает другое появляется а просто кошки рожают нет мы мы делаем так чтобы кошки не рожали вообще то есть как только у нас а вот откуда вот все время появляются собаки кошки и так далее ну таких же на улице много допустим даже вот проезжаешь вот я конкретно ехала передо мной сбили собаку все и погрузила в машину повезла в клинику курировала допустим едешь увидел кошку кошка сидит в подъезде поднимаешься домой на четвертый этаж на третьем сидит кошка но куда ее денешь берешь ее в охапку несешь ее ветклинику лечишь и уже делаешь перепосты в контакте фотографии выкладываешь девочки у нас из рук в руки какие у нас там терон где только еще можно объявление делать а вот клиники например как с вами сотрудничают есть какие то поблажки и так далее клиники нам очень помогают они разрешают нам в рассрочку платить а срочку платежей допустим вот мы пролечили животные потихоньку частями мы оплачиваем или если кто-то хочет помочь они приходят к нам в эту клинику и просто говорят вот за дозор там оставляют даже те же 50 100 рублей оплачут просто кто-то боится приносить кто-то на карточку перечисляет кто-то на счет перечисляет кто-то вот приходит в клинику оплачивает где-то скидки делают проводят даже акции что стерилизация кошки и кастрация кота там определенная сумма допустим со скидкой какая-то нам ведь клиники очень помогают у нас есть одна клиника добрые руки на семченко 9 там у нас находится благотворительная барахолка люди сдают просто вещи какие-то там статуэтки бижутерию одежда есть книги диски очень много всего и в этой клинике сделали большие стеллажи можно туда прийти выбрать какую-то вещь для себя и все средства собранные ну с продажи вот этих вот изделий они идут тоже закрываются долги в клиниках также у нас ярмарки проходят я сама конкретно устраиваю какие-то акции лотереи вот к 8 марта планируем какую-нибудь опять благотворительную лотерею сделать по сбору денег сколько всего у вас есть какая-то статистика и так далее что-нибудь статистики например ну мы статистику не ведем не ведете нет это все зависит от времени допустим перед праздниками люди более активные допустим им интересно даже какую-то вещь на подарок приобрести а вот так вот там летом активность снижается потому что все уезжают а так статистику он провести ну не знаю потом как там посмотреть уже например по графикам уже когда вот так подольше в этом времени ну статистику по ярмаркам по этим нет нет по ярмаркам просто по вашим по вашей организации например сколько вы привестили животных в таком-то году сколько в этом году Это очень сложно, это же нужно кому-то, чтобы это занимался человек, у нас в основном все занимаются животными, увезти их, привезти, как бы нет времени вот этим заниматься, хотя мы уже собираемся чипированием заниматься животных, чтобы знать, куда уехала, допустим, та же собака, как у нее обстоят дела, и даже если убежала, чтобы ее хотя бы найти. У нас планов очень много, у нас собрания проводятся, вот мы их обсуждаем. А какие-нибудь, не знаю, благодарительные еще организации вам что-то, не знаю, может зоомагазины что-нибудь? У нас есть зоомагазины, да, помогают, допустим, фирмы у нас есть, которые помогают нам кормами, на ярмарке призы предоставляют, зоомагазин у нас, два зоомагазина есть, в одном у нас располагается, тоже мы продаем там игрушки какие-то, тоже такое вот, что у нас еще зоомагазины помогают, рекламу мы там свою оставляем, допустим, листовки какие-то цветные развешиваем, в зоомагазинах у нас висят ящики по сбору денег, не только в зоомагазинах и в ветклиниках висят ящики, куда можно просто прийти, опустить денежку и помочь нашим животным, у нас их очень много, они требуют помощи. На выставке у нас была кошка Веснушка, все на нее очень внимания обращали, 6-килограммовое такое, 6-килограммовое животное, все залюбленное, заласканное, закормленное, забрали ее из приюта, два года ей было, она весила, 1,3 кг умирала. Теринары сказали, что мы ее лечить не будем, она все равно помрет, девушка у нас ее взяла практически из пипетки, выкормила, теперь вот такое вот счастье большое занимает первые места на выставках. Кстати, на этой выставке участвовала тоже моя кошка беспородная, подъездная, первое место заняла. Вот, нам дали большой пакет корм, она была просто очень счастлива, сейчас наслаждается. Вот, а так у нас, ну вот даже на сцене, на ринге, на ярмарке ведущие сказали, что любители таких вот домусов-любимусов, вот они, кто приходят на выставки, они именно показывают свою любовь к животным, они показывают, что вот они любят животное не за породу, не за красоту, потому что есть у нас инвалиды, там одноглазые еще какие-то, все равно мы их любим, а просто за то, что вот они есть, за то, что они нам дарят свою теплоту и любовь. А породных приносят, чтобы получить вот эти вот кубки, медали, розетки, даже мы видели историю, когда нужно было на ринг вести породистого котенка, и чтобы показать его пушистость, его просто взяли за заднюю лапу, вот так вот потрясли, чтобы шерсть у него стала пушистой, и понесли его на ринг. Мы никогда не позволим себе кошку даже за шкирку взять. Так что вот нам эксперты даже сказали, что любители домусов, любимусов как-то к животным относятся именно с теплотой, с душой, с любовью. А вот я не знаю, слышал то, что года два, может три назад, то, что у пермской власти, в общем, какой-то такой проект был, то, что съездили и зачищали улицы. Так это и сейчас делается, то есть у муниципального... Ну там как-то просто так, прям они пошли... Ну вот года два назад я не знаю, я знаю, что сейчас из муниципального приюта выезжает бригада на машине, отлов ловят собак, кошек, привозят в приют. В приюте они сидят полгода, если в течение полугода они не умирают, их усыпляют и кошек, и собак. Поэтому мы стараемся их побыстрее оттуда забрать, но из приютов мы в основном забираем уже таких самых уже... Те уже, которым осталось жить там день-два и как-то, как сказать, в самой тяжелой ситуации мы забираем животных. А вот я не знаю, как-нибудь... Примерно вот сколько у вас... Вообще даже примерно цифры не знаете. Сколько, например, требуется у вас ветеринарной помощи? Ну, ветеринары нам всегда нужны, просто не всегда есть место в клиниках, мы приносим, если, допустим, животных... Нет, вот сколько вот животных, например, в 2012 году потребовалась ветеринарная помощь? Даже не могу сказать, мы статистику эту не ведем, потому что... Ну, это действительно очень много, если у каждого куратора от 5 до 10 до 15 животных курирует. Курирует, это значит, вот, находит им передержку. Мало того, что он договорился с клиникой лечения, он находит передержку. Временный дом, это где кошка живет, адаптируется, там, долечивается. Если стерилизация у нее была, там, ждем, когда швы снимаются. Вот она вылечилась, и куратор потом ищет уже новых хозяев. Он подает где-то объявления в социальных же сетях, опять же, из рук в руки, и ищет новый дом. Потом знакомится с новыми хозяевами, и если устраивают уже новые хозяева нас, то мы ему выдаем в животное. А вот если, например, у вас, ну, есть какие-то, наверное, скорее всего, какие-то ярые активисты, почему, например, не соберутся, например, и сделают... Ну, там, наверное, есть какие-то у вас ветеринары, может быть, такие с ветеринарным образованием, и, может, какое-то свое откроют. Потому что, мне кажется, количество... У вас есть такая потребность вот в медикаментах каких-то, к кошкам и так далее, и так далее? Конечно, есть у нас ВКонтакте, мы постоянно посты пишем, что нам нужны какие-то медикаменты, деньги там срочно, когда животное уже умирает, нам прям пишем СОС. У нас была идея и по поводу клиники, и по поводу помещения, но на это все нужны деньги, у нас средств нет. Это слишком большие деньги нужно, чтобы купить помещение, его же нужно оборудовать, нужно... Нет, его можно не покупать. Ну, все равно в аренду брать, это все равно ежемесячные затраты, пока у нас этого нет, пока мы только вот так вот. А так у нас самый так прямо ярый-ярый активист, он, наверное, человек 20 есть, которые вот прямо ярый... Я вот, например, как-нибудь, ну, как здесь можно, у вас 4,5 тысячи человек в этом... Это не только Пермь, а это не только Пермь, это по России, да. Кто-то из других городов присылает. В Перми, ну, это я даже не... У вас Пермской группы нету? У нас Пермской группы нету. Вот мы только ВКонтакте, там же, естественно, вся Россия. Понятно. В ближайшее время у нас будут проходить, во-первых, благотворительные акции к 23 февраля и к 8 марта ВКонтакте мы будем делать пост о том, что у нас будут проходить акции. В мае у нас будет выставка кошек, опять же, на которой мы будем участвовать с нашими животными, проводить там благотворительные ярмарки, благотворительные лотереи. С хорошими призами будем радовать людей. В этот раз мы себе на лице рисовали кошечек, делали ушки. Детям очень было приятно к нам подходили, улыбались. Все нас сфотографировали, из Пермской ярмарки фотографы нас сфотографировали. Так что приглашаем всех поучаствовать в наших лотереях, помочь нам в сборе денег на наших животных. Также приглашаем всех на выставки кошек. Приходите, посмотрите на наших домусов, любимусов, поучаствуйте в наших акциях. Ну что я могу сказать. Приглашаю всех людей с добрыми сердцами, ну и каких-нибудь, я не знаю, людей, которые хотят помочь что-то сделать новое в этой жизни. Кому-то, не знаю, в этот день, день любви так называемый, дать детям, ну кому-то может даже, честно говоря, жизнь спасти. Надо просто постараться. Это ничего такого не стоит. Это нужно сделать, это и полезно, и приятно. Приходите 14 февраля на эспланаду у театра, театра. Будет очень классно. Сколько? В 8 часов будет начало, с 8 часов будем продавать шарики, воздушные фонарики. Могу сразу сказать, это самые хорошие, я лично выбирал, потому что это самые хорошие фонарики, которые есть. Это не шерпотреб, так что это и качественно будет сделано, просто будет очень-очень красиво. Запустим 500 сердец в воздух. Все вместе. Приходите. Продолжение следует...